Юные жители нашего города и района знают и чтят историю своей страны, своего родного края, свято хранят традиции своих отцов и дедов. Казаки, ветераны, педагоги воспитывают нынешнее поколение на богатом историко-культурном наследии кубанского казачества. Что для этого проводится в Славянском районе, расскажут Надежда Неткачева и Александр Косицын. Фестиваль по возрождению казачьих традиций был организован и проведен управлением образования на базе 16-й школы. На муниципальный этап краевого конкурса приехали побороться 8 команд из школ Славянского района, в которых есть казачьи классы. Самая главная цель, мы её так видим, это воспитание, духовно-нравственное воспитание наших детей. Потому что мы живём на Кубани, наши дети должны помнить, чтить, уважать и знать наши народные традиции. В фестивале приняли участие учащиеся с 6 по 11 класс. Открылся праздник казачьих традиций торжественным построением и представлением команд. Здравия желаю, господа казаки! Здравия желаю, господа казаки! Фестиваль проходил по трём номинациям. Защита исследовательского материала по истории и культуре кубанского казачества, театрализованное представление обрядов и обычаев казаков в Кубани и конкурс народной игры кубанского казачества. Ученики школы номер 44 представили исследовательскую работу на тему потомки славного рода Кухаренко. На протяжении полугода ребята искали родственников, знакомых представителя старинного казачьего рода – атамана Якова Кухаренко. Активное участие в этой работе приняла ученица 10 класса Марина Бондаренко. Я считаю, что заниматься исследовательской работой очень интересно, познавательно. И я считаю, что без прошлого нет настоящего. В номинации «Основные традиции и обычаи казаков в Кубани» ученики 16-й школы показали фрагмент свадебного обряда кубанских казаков. Проведение обряда прошло с соблюдением всех кубанских традиций. Вы, любезные мои подруженьки, вставайте ранёхонько, умывайтесь ключевой водой, утирайтесь белым полотенцем. А я, горько разнесчастная, умылась горючими слезами, утерлась правым рукавом. Отдают меня, подруженьки, чужие люди, чужие люди. В жюри была особо отмечена хорошая подготовка, эмоциональность и непринуждённость выступающих казачат на сцене. Все участники фестиваля показали отличное знание истории, обычаев, традиций и обрядов кубанских казаков, а также актёрское мастерство. Однако жюри единодушно решили признать победителем фестиваля учеников казачьего класса 28-й школы Станицы Анастасиевской, второе место – школа номер 16, а третье место заняли казачата 48-й школы из Станицы Черноярковской. Благодаря огромному желанию учеников 28-й школы прикоснуться к истокам своей культуры и истории, узнать быт и традиции своих предков, ребята пришли к победе в муниципальном этапе фестиваля. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».